Расцветали яблони и груша Выходила на берег Катюша На высокой на берег Крутой Выходила, песню заводила Про степного сизого орла Про того, которого любила Про того, чьи письма берегла Эх ты песня, песенка девичья Полетишь ты милому во след И бойцу на дальнем пограничи От Катюши передай привет Пусть он помнит девушку простую Пусть он слышит, как она поет Пусть он землю бережет родную А любовь Катюша сбережет Расцветали яблоня и груша Поплыли туманы над рекой Выходила на берег Катюша Эх да на высокой на берег Крутой Пусть он помнит девушку простую Эх да на берегу Пусть он помнит девушку простую Здравствуйте, дорогие мои, милые, хорошие, красивые, любимые, милосердные, прощающие, обнимающие, вдохновляющие, хорошие мои женщины. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником. Весна на улице, несмотря ни на что. И несмотря ни на что, у нас с вами праздник, и мы будем его праздновать. И не дождутся они, что мы будем слезы лить и пойдем в уныние. Да, война, та самая война, которой мы так часто боялись и так часто терпели, терпели много всего, терпели несправедливость, ложь, лишь бы не было войны. А война идет, давно идет. Война за умы, за сердца, за души наших детей и наши с вами. Но мы как-то все привыкли под словом «война» понимать грохот снарядов. И вот этот грохот прозвучал. И мы вдруг очнулись. Многие из нас очнулись. Кто-то и раньше понимал. Не надо бояться. Не надо долго горевать. Горе, в конце концов, убивает человека. А жизнь продолжается. И сегодня наши мужчины борются за жизнь. За жизнь прекрасную. За жизнь человечества. Не за жизнь элитки, а за жизнь наших детей и нас с вами. Вы знаете, странная история получилась с записью этого ролика. Я, как обычно, накануне решила сделать для вас концерт с красивыми, добрыми, теплыми песнями. Но вот вдруг программа заортачилась, и программа для скачивания перестала работать. Я уже привыкла с определенного момента наблюдать за пространством. Если вдруг что-то пошло не так, то, может быть, я что-то делаю не так. Может быть, в этом году мое поздравление, обращение к вам должно быть иным. Как только я задалась этим вопросом, я сразу вспомнила свою статью для газеты «Новый вторник», которую я написала также к 8 марта два года назад. Это статья о строительстве дороги мужества летом 1943 года. Это трудовой подвиг наших женщин, наших девочек, наших девушек, заплативших за эту дорогу своей красотой, своей молодостью, но давшей возможность не просто сражаться на поле боя своим братьям, мужьям, сыновьям, отцам, нашим возможностям победить в Курской битве. Напомню, это была битва за города Орел, Белгород, Харьков. Это была наша общая битва и наша общая победа. В 2019 году я съездила на Украину, я въехала в Харьков, Одессу, Львов, Киев, снова вернулась в Харьков и вышла в Белгороде. Пошла в музей Курской битвы и посмотрела там фильм, документальный фильм о строительстве дороги мужества. К сожалению, до этого момента я ничего не знала об этом подвиге. И вот в этом фильме я, к сожалению, не смогла его найти на просторах интернета. Но что меня больше всего тронуло, это фильм снимался через 20 лет после окончания войны. Вот стоят эти женщины, простые друженицы, в лотках, в юбках, в каких-то цветастых курточках, простых, с натруженными, искорюженными, тяжелым трудой, мозолистыми руками, старухи до срока, морщинистые лица, а многими ведь еще нет пятидесяти. Стоят скромно, не ожидая наград. Наградой для них был простой цветной платок на голову. Они не могли иначе. Спали здесь, прямо на земле. Таскали землю фартуками, руками. Но они сделали это. Я не буду долго говорить. Вы скоро все увидите. И сами. Знаете, война, конечно, страшная штука. И очень хотелось бы, чтобы это была уже последняя война у человечества. Чтобы мы, наконец-то, учились понимать друг друга, решать вопросы друг с другом мирным путем. Чтобы мы, наконец-то, научились жить без войны. Но сейчас мы должны пройти это. Пройти с честью, доблестно. И очиститься. Пусть сейчас, вот именно сейчас, отвалится все то ненастоящее, все то наносное, все то, что налипло на нас за эти годы, когда все мы жили по принципу «человек-человек-волк». Когда мы забыли, что такое «человек-человек-брат». Когда мы выстраивали заборы, когда мы выстраивали барьеры внутри души наших. Когда все самое лучшее мы прятали далеко-далеко в чулан, внутри себя, потому что это не было востребованным. Вот, наконец-то, сейчас, именно сейчас, пусть рухнут эти барьеры, пусть рухнут эти панцири, которые наросли на нас. Пусть канет в лето все ненастоящее. Долой тюнинг тела, да здравствует красота души. С праздником вас, мои хорошие! У нас с вами заложена огромная сила. И эта сила – любовь. Давайте ее дарить нашим близким, нашим защитникам, нашим мужчинам. Давайте светить и любить. Всего вам самого наилучшего. Мира, добра, благодать! Когда вижу железную дорогу, всегда вспоминаю войну. Само как-то выходит. Даже руки начинают болеть. Тоже вспоминают. Мы до войны деревенские и поездов-то не видели. А тут уж насмотрелись. Рельсы ночами снились, лопата с кирками и бомбежка. Дорога, которая помогла решить исход самой большой и кровопролитной битвы Второй мировой войны. Железная дорога – это был очень важный стратегический объект, по которому эшелонами можно было десятки тонн, а то и тысячи тонн боеприпасов одновременно доставлять до поля боя. Дорогу Старая Сколжава одновременно строили 25 тысяч человек. Очень было трудно, потому что мужиков не было, а бабы одни копали. 95 километров за 32 дня. Вручную. Это за гранью человеческих возможностей. Но они выдержали. Ветерок оттуда, чуть-чуть, и слышно, как колеса, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, повезли, повезли. Повезли. 1943 год. В ходе Воронежско-Касторинской наступательной операции советские войска отвоевывают небольшой городок, тогда еще Курской области, Старый Оскол. Бои за него идут ожесточенные. В частях, что освобождали город, погиб каждый третий солдат. По воспоминаниям военного летчика Михаила Ивановича Боева. После страшной битвы под Сталинградом мне дали отпуск. Поехал домой, и вот проводник говорит, все, Старый Оскол, выходи. А я не могу узнать своего города. Его нет. Он весь разрушен. Тогда было даже трудно представить, что именно Старый Оскол, разграбленный и разбитый, впоследствии сыграет важную роль в решающей Курской битве. Город очень сильно бомбили. Все промышленные предприятия были разрушены. И поэтому, когда город был освобожден, конечно, предстояла очень большая работа по восстановлению предприятий промышленных. Конечно, восстанавливать в основном приходилось с женскими руками. Но самая важная стройка в их жизни была еще впереди. Весной 1943 года в районе Орла, Курска и Белгорода образовалась дугообразная линия фронта, которая вошла в историю под названием Курская дуга. Этот выступ, глубоко вдавившийся в расположение противника, позволял фашистам осуществить удары сразу с двух сторон. Предвидя это, командование Красной Армии разрабатывает план, цель которого не просто дать отпор, а переломить врага, до этого ни разу не проигрывавшего в летних битвах. То, что бой будет решающим, понимают и в Москве, и в Берлине. А потому усиленно готовятся. Фашисты подтягивают к линии фронта танки, пушки и боеприпасы по трем железным дорогам. Распоряжение советских войск лишь одна. Одна на два фронта, Воронежский и Центральный, на целых восемь армий. Тогда-то и вспоминают про полуразрушенный старый оскол. Идеальный плацдарм для наступления. Железная дорога на тот момент была самая дешевая, то, что можно было использовать, потому что автотранспорта было очень мало. В основном гужевой транспорт, и понятно, что на телеге много не перевезешь и далеко не увезешь. Поэтому успех, как раз победа в Курской битве во многом зависит от строительства вот этой ветки Старосково-Ржава. Расстояние 95 километров. Местность непростая. Извилистая, бугристая. На разработку проектов нет времени. Нет и самих строителей. Военные бригады разбросаны по фронтам. Сложны с материалами, но дорогу все равно решено строить. Ведь по сообщениям разведчиков до начала боя остается не больше двух месяцев. Именно такой срок строительства и определит Государственный комитет обороны. Начало работ 15 июня. Завершение 15 августа. В послевоенные годы генерал-полковник технических войск Павел Кабанов, которого назначают ответственным за это строительство, напишет в своих мемуарах. Я еле досидел до конца заседания. Из кабинета вышел поглушенный молниеносностью свершившегося. Сразу же распорядился направить на место строительства все наши силы и материальные средства. В гостинице разбудил полковника Ткачева, рассказал ему о полученном задании его назначении начальником строительства. Через полчаса Александр Николаевич уже сел в мою автомашину и направился в Старый Оскол. Тогда этому строительному объекту присвоят номер 217, но позже дорогу назовут Осколяночкой, потому что строить ее придется женскими руками. Собирали девок по дворам, кого с работы, с полей, детей не брали, негодны для тяжелого труда. Так те, кто поросли, элита приписывали и все равно шли. Знали, отцам помогают, солдатам, братьям. 10 июня к месту строительства дороги поехали колонны строителей, в основном девушек. Каждый район области должен был организовать строительную колонну, а в строительной колонне должны были организовываться комсомольско-молодежные бригады. Так было организовано 17 колонн из районов Курской области. Военный совет Воронежского фронта выделит для строительства 2000 красноармейцев из запасных частей. Перебросит сюда и три железнодорожные бригады, а также спецформирование народного комиссариата путей сообщения. Но главная сила это местные жители. женщины и подростки. К 16 июня на стройке будет работать более 10 тысяч человек, а уже через неделю 25. Писатель Федор Абрамов, вспоминая это время, позже напишет. Тот второй фронт, открытие которого столько времени мы ждали от союзников, по существу был открыт русской бабой. Это их руками укреплялся оборонительный рубеж огненной дуги. село Аскалец Губкинского округа. Дорога Старая Аскалужава проходит недалеко отсюда, а потому в 1943 году на ее строительство, не считая детей и стариков, уйдет все село. 140 человек. работа была достаточно тяжелая. Все время копали, подвозили, ямка есть, ямку засыпали, трамбовали, чтобы она земля. А тогда ровняли, ровняли ящики, копали, уплодали шпалы и проверялись. Женщинам достались самые сложные работы, земляные. Насыпи возводились вручную, лопатами. Лишь после войны специалисты подсчитают, за время строительства дороги переработано около 800 тысяч кубометров земли. Огромная гора, треть пирамиды Хеопса. Инженеры едва успевали разбивать ось трасс, проектировали на месте. Участки тут же делились на квадраты и разбирались с строительницами. Это был большой людской муравейник. Рельсы поступали старые, из разобранных путей. Не хватало шпал, да и самых простых инструментов. Землю носили, даже в фартуках. Ухвартук этот до сих пор цел. У носилки сыпя, а носилки под остышки пришиты и сыпятся. Хвартук подставишь, опять же эту землю перекидывать, а я ее ухвартук и на носилки. Ой. Вдоль линии строительства развернулись палаточные лагеря. Но в них не жили, приходили только спать. Главное блюдо на полевой кухне каша, но и ее не вдоволь. Помогали те, кто жил поблизости. Когда шли на стройку, из дома несли еду не только для себя. Бурак варили. Это сейчас бурак не ели, а тогда бурак ели. Кто это, суп с моря, похлебку так назывался. Ну, а хлеба, хлеба не было. Хлеб, какой хлеб был? Из этого собирали картофель, шарели, рвали ели. Больше хорошего не было. Но самым страшным было не отсутствие еды и тяжелейший труд, а бомбежки. Гитлеровцы часто совершали налеты на линию, боялись они этой дороги. Только услышим гул в рассыпную, а бежать и некуда. Ложимся, голову руками закрываем, а они трясутся страшно. После до того бояться стали. Любое пятнышко в небе завидишь, бежать начинаешь. Так, как птицы и прятались. Немцы тоже понимали, что вот это строительство железной дороги это финал будет для их операции цитадель. Поэтому они очень-очень усиленно пытались это все бомбардировать. Но, тем не менее, все равно выстояли наши заградительные зенитные установки вдоль строительства и пытались отражать атаки. Но чем яростнее вражеские атаки, тем быстрее идет строительство. Еще свежи воспоминания об оккупации и зверствах фашистов. Ненависть к врагам давала нечеловеческие силы. Ежедневная норма строительниц дорог старая оскол ржава полуголодных женщин и подростков 3 кубометра земли в день. Но ежедневно многие из них перевыполняют эту норму в 2, а то и в 3 раза. В килограммах это почти 9 тысяч. Вместимость современного КамАЗа. К концу июня станет ясно, враг начнет наступление раньше. Значит, и дорога нужна не в августе, а в июле. Нужна как воздух. За 35 дней надо завершить все работы. Казалось, что и сил не осталось. Но с Прохоровки уже доносится грохот боя. Началось величайшее в мировой истории танковое сражение. Сильные бои были у Прохоровки, что у нас, у Снергалки, стекла дрожали. День, когда по этому пути прошел первый поезд, каждая строительница дороги Старый Оскол Ржава помнит даже спустя почти 80 лет. Это был не просто праздник, это была их победа. И шел с этой стороны, а мы подсолнухи паловали. И вот он пешаком можно было за ним идти. Так-то тихо шел. Ну, пробовали и дорогу первый раз. И мы подсолнухи им кидали, ребятам. Они прямо остановились, и тихо-тихо шел в поезд. Как мы рады были. Там одна плясала, один соскосил с платформы. И с ею плясал. Помню хорошо. Поезда по дороге мужества пошли в самый разгар Курской битвы. Теперь техника и грузы доставлялись быстрее на целые сутки. Она становится вторым дыханием. С этого дня к линии фронта без перерывов по ней пойдут эшелоны с танками, а в обратном направлении вагоны с ранеными. Потому извилистую узкоколейку назовут еще и дорогой жизни. А женщин, которые ее строили, героями в юбках. На магистрали Старая Скол Ржава была достигнута самая высокая среднесуточная производительность за весь период Великой Отечественной войны. За месяц построено 95 километров путей, 56 искусственных сооружений, две станции водоснабжения, восемь остановочных пунктов. Все заработанные на строительстве деньги единогласным решением будут переданы в фонд Красной Армии. Без малого четыре сотни строительниц получат ордена и медали за мужество и трудовой героизм. А вот такой платок достанется почти каждой. И его, как самую дорогую награду, они будут хранить всю оставшуюся жизнь. Победа на огненной дуге развеяла миф о непобедимости гитлеровской армии стала роковой и в конечном итоге смертельной для нацистской Германии. Даже после войны Аскалянка продолжит нести службу. Хлипкие рельсы узкоколейки заменят лишь в 70-х. Действует легендарная дорога и сегодня. По извилистым путям тяжело громыхают составы с железной рудой. Бегут пассажирские поезда. Спустя годы на каждом из восьми остановочных пунктов благодарные потомки установят таблички. Имена строительниц внесут в книги памяти. Увековечат в бронзе. Смог бы кто-нибудь повторить их подвиг? Нет. Точно нет. Так борются только за жизнь, за своих детей. Они герои. Они такие же, как и солдаты на передовой. Поэтому приходят в памятник устроителям дороги. Старое стол ржаво. Мы всегда поносим цветы. Бабуль, это тебе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова